Нет, мы не будем слушать мельницу, значит, влащадь у нас с поля 1 не показывает ноутбук, сейчас быстренько начнем с преамбура, значит, вы все, наверное, по мельницам, это самое важное для нашего сообщества, на какой бы ты или не был, хоть по древней Греции, хоть по древней Индии, хоть вообще что-то туристическое, но возле костра, что обязательно услышишь мельница, кто-нибудь обязательно начнет эту вещь, это благодарим городу Рейберс, да, потому что изначально это была группа Кирюминшской идеи, но я сейчас про историю группы не буду рассказывать, я вам коснусь только одно момента важного, почему я вообще решил сделать этот доклад, то есть Курасм это понятно, я просто понял, что еще парень про Курасм, какой-то повод есть, а здесь как бы повода формально нет, а я вот придумал это мероприятие, значит, на самом деле конституционный цепь, все с кого слушали, я первый раз услышал его в полевых годах и, конечно, очень проникнулся, прекрасное сочетание голоса, прекрасное сочетание музыки и самое важное, прекрасное сочетание смысла текста, то есть у нее всегда они были немножко закручены и расслушивали, было приятно и интересно, то есть это обычно представляло собой набор образов, как каких-нибудь битва, мы любим песню, большие, либо, да, пустые поезды, по полу, поли, поли и плей, по лев чьего, но если там начать садиться разбирать, а что помогать, если это проникать, у нас мало что получится, вот, можно, так, я очень там люблю, с длина, но когда я слушаю километром, ну, в общем, промехать дальним светом, кого-то увезли на скорой, как это выдают, стремься зимовая, Вот что там происходит? А у песни опять всегда есть сюжет. И он всегда пребывал там. И поэтому, наверное, в общем и целом он так захватил нас, потому что мы причем-то числили сюжету на знакомую нам интересную тематику для его движения. Хотя она, по-моему, все-таки толкиновских песен не дает. А потом началось следующее. Человек, группа развивалась, они стали какие-то вещи делать, тексты стали усложняться. Вот недавно вышел клип, ее новая песня Кащей. Вообще нет ничего. Но в интервью рассказывают, что было слезо. Ну там оказалось, что... Ну, ладно. Мы про эти песни вообще не говорили, потому что я не занимаюсь. Я послушал 23-23 минуты. Но я прочитал сопроводительные объяснения. Одна моя дорогая знакомая, подруга. И вообще как бы этот оплат я посвящаю руками Соколовской, которая, собственно, по варианту как-то в эту сторону направила. А вот, она как-то сказала, что в «Медельнице Москвы» там возмыслов стала песня закладывала, что теперь нужны расшифровки. Вот она и стала цепить там романы по мотивам и прочее, потому что уже просто число песни, ты этого не услышишь. Разумеется, это вызвало определенную реакцию. И вообще вот эта фраза, как сказать, что она теперь хуже, что скажут, что многое о «Медельнице Москвы» еще раз стало демоном. Но это касается, наверное, любых людей, всех людей, которые мы делали, но как-то, которым образом нам дают какие-то произведения. Ну, когда писатели, они нам надо запускают шляпи в канты. Раньше было лучше, да. Раньше было лучше. Вот. А теперь уже это неряло. Продалась. Но нельзя сказать, что раньше было лучше. Раньше была по-другому. Вот. И я когда, ну, когда слушаешь песни, ты, ну, в какой-то момент стало ясно, что все эти смыслы неочевидны. Вот. И они как бы не так уж стали легко считываться. Это где-то было в 2007-м, а теперь мне кажется, там просто нужно заниматься дешифраторством, писать комбинаторскую литературу и так далее. Поэтому мы сейчас сегодня поговорим о нескольких песнях. Прием лотов начался. Есть у кого-то интересные. На ролевой аукцион. А если у кого-то что-то есть, выдайте, выдайте. Зум делает шоу. Ну вот. Если кто-то не был на ролевом аукционе, обязательно сходите. Так, ладно, все, я понимаю, что эту дискуссия сейчас начнется не про верность. Так вот, мы немножко поинтерпретируем. Вообще-то, конечно, немножко лекция про СПГС. Потому что много чего нужно придумать. Начнем с самого простого, всем известной песни. Я думаю, что ее все ослышали. Я думаю, что ее все ослышали. Закидал ее. Да сейчас и слышали. Вот еще. Куда побежал? Куда побежал? Где тебя, может, нет. Вот это у него. Вот это у него, да, так сказать. Так, где ее. Вот давай здесь. Ну, тут просто из этого львовы где-сто послушаем. Нельзя. Здесь еще не мешать. Ну, тут просто из этого львовы где-сто. Звучит музыка. 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 Звучит музыка.